На этот раз снова о книгах. Они, слава богу, выходят в этом году. Надеюсь, еще выйдет несколько, конечно, если будет читательский интерес. Если его не будет, то книги просто перестанут издаваться. И действительно, в последние годы число читателей резко уменьшилось. Люди просто способны читать книги. Теперь на пересчет, поэтому и тиражи маленькие, и цена книги высокая. Примерно уже мы перешли куда-то в пушкинские времена. Я представляю второе издание книги, которое вышло в прошлом году. В этом году второе издание книги «Битва за Украину». Сюда включена полностью та книга, которая без изменений, которая вышла в прошлом году. И прибавлено то, что я намеревался издать одной книгой, но издательство решил и предложило мне, я согласился, все это издать под одной обложкой. Первая часть книги была посвящена первому полугодию начавшейся войны. А мы уже называем это не своего войной, а своего просто названия официальное, применяемое широко в средствах массовой информации. Но и сами те, кто все это затеяли, уже стали говорить, что это война. И уже мы даже воюем чуть ли не со всем миром, с 50 странами, со всем западом и так далее. Так или иначе, как бы не называть, эта книга посвящена текущей войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. И, соответственно, Украина при поддержке стран НАТО против России. Россия тоже кое-какой поддержкой пользуется, и чем дальше эта поддержка, тем больше будет нужна, потому что ставки повышаются, и нашу страну втягивают в мировую войну. И в статусе организатора, инициатора, провокатора этой мировой войны это чрезвычайно печально, потому что это печать на весь 21 век. И те, кто развязал эту войну, они надеются ее никогда не прекращать, потому что выиграть в этой войне невозможно. Это гражданская, братоубийственная война. Как с той, так и с другой стороны. Невозможно поддерживать ни одну из сторон. Так мне кажется. Может быть, у кого-то иное мнение. Но я хотел бы общаться только с теми, кто соображает, насколько это катастрофическая и трагическая ситуация, прежде всего, для нашей страны и для нашего русского народа. Три единого и также и трижды расчлененного на украинцев, великоросов и белорусов. Но все это русский народ, все это близкие родственники. Хоть и говорят иногда, не совсем понятно, на диалектах точно так же разговаривают и немцы. Но продолжают считать себя немцами. Я продолжаю считать украинцев, в особенности русскоговорящих, русскими, одной из ветвей русского народа. И предлагаю всем остальным так и рассматривать русские, как в одной песне поется, русские рубят русских. Это действительно катастрофа, это трагедия примерно такого же масштаба, как и гражданская война начала XX века. И вот книжка «Битва за Украину», вторая часть, которую я назвал исходным помутнением Украины, 50 статей о невойне. Статьи писались непосредственно под впечатлением от текущих событий, не фронтовых. Я не затрагиваю действия и не обсуждаю действия отдельных генералов, отдельных подразделений, технологий и так далее. Я смотрю на то, что происходит с сознанием людей. Прежде всего тех, кто на фронте-то и не бывал, и, собственно, на фронте никто врага-то и не видит, а пуляют в белый свет, как копеечку, иногда накрывая просто огромные территории. Расходы снарядик стоят так, 100 тысяч рублей между делом. Один расчет может отстрелять по 50 снарядов в день. Соответственно, можете понимать, какие расходы несет страна, а это все наши расходы. Это не берущиеся откуда-то с потолка деньги. Это доход олигархии, на который мы добровольно согласились. Вот так получается 50 статей за полгода. Это по 2 статьи в неделю примерно. И вот это все собралось. Я так и намеревался сделать своеобразную хроника летопись, летопись войны. И поставил точку. Больше я на этот счет не пишу, ну, разве что небольшие заметки, когда в душе что-то накипает. В 2023 году я поставил точку, написал последнюю статью и отправил все это в редакцию. Довольно долго там все это лежало. Ну, это обусловлено, опять же, низким читательским интересом вообще к книге, к источнику знаний. Все смотрят видео, и вот это видео вы смотрите. Но я вас все-таки призываю читать книги. Пусть это будет соотношение 10 к 1. Кому 10 единиц времени вы читаете книги, а одну единицу времени тратите на видео и ищете что-то достойное, а не просто то, что подвернулось под руку. Вот в данном случае я вас отправляю к источнику достоверной, достойной информации и, собственно, анализа с точки зрения русских национальных интересов, что происходило в течение первого года войны. В сумме получилась довольно увесистая книга. Можно сказать, хроника состояния общества в течение первого года русско-русской войны, гражданской войны на территории центральной России, можно сказать. Центральной и южной России. Чем все это закончится, трудно сказать. И когда это закончится, это тот случай, когда победа никому не нужна. Запад будет использовать эту площадку для испытаний своих новейших вооружений. Российская Федерация во главе с олигархической группировкой Путина никогда не добьется решительного успеха. Даже если бы она добилась, я предлагаю просто представить себе, что вот сейчас прямо в одно мгновение кто-то так придумал, и вся Украина упала в руки Путину. Что после этого? Абсолютно разрушенная, депрессивная страна с враждебным населением. Что с этим делать? Устраивать очередной геноцид? Раз уж в Российской Федерации мало, то давайте присоединим Украину и там тоже устроим геноцид. Там уже это действительно привычно. Там режим Зеленского, предшествующие русофобские режимы делали ровно то же самое. Поэтому они, как говорится, близнецы, братья. Что это олигархия, что та. В общем, большой разницы не будет. Геноцид русского народа будет продолжаться, коль скоро русский народ на это согласен. Но коль скоро в русском народе есть те, кто с этим не согласен и хочет выскользнуть из-под геноцида, то нам придется как-то разделиться с теми, кто живет в этом геноциде и даже гордится тем, что он в этом соучаствует. Соответственно, есть русские и не совсем русские или совсем не русские, но все еще русскоязычные. И нам как-то придется распознавать тех, кто говорит по-русски, может быть, даже литературно чисто, но не является русским, а является русскоязычным россиянином. Даже если он бьет себя в кулаком и говорит, да я русский, я русский. Помните, как в одном смешном и кровавом фильме было сказано, да русские столько не курят. Действительно, мы как-то сохраняем настоящие русские, как я иногда говорю, древние русские, истинные русские, просветленное самосознание, и мы понимаем, что происходит. А вот эти недоученные недоумки, ну как-то они совершенно не наши, совершенно чужие. Они подыгрывают чужой игре и стремятся к тому, чтобы уничтожили прежде всего нас. И нас говорят, вот ты умный какой, нашелся тут. Вот мне регулярно это говорят, ну что уж поделать, да. Каким уродился, пишу вот книги и стараюсь умничать, а не глупить. Вот давайте мы все станем лучше умниками и отделимся от русскоязычных россиян, станем поистине русскими, будем читать умные книги, будем писать умные книги, будем поддерживать друг друга. Слава Руси! Господи спаси!